Я вот думаю, может пойти пострелять из лука, хотя он горький на вкус и острый, но знаешь, иногда хороший лук не стыдно и в инстаграм выложить. Макс, ты вообще о чем? Я ничегошеньки не понимаю. Они удивительны, потому что я использую слово со множеством значений, и без контекста невозможно догадаться, о каком именно луке идет речь. А мы сегодня будем говорить о луке во всех его проявлениях. Сейчас будем разбираться, это точно. Доброе утро, губерния, в этой студии вас приветствует ведущий Максим Полагнюк. Саша Байдачная. Я, кстати, в детстве вот ненавидел вареный лук, да и сейчас его тоже не очень люблю. Многие его не любят, но, между прочим, вещь эта очень полезная, овощ полезный. А французы любят луковый суп. Лук там основной ингредиент. Хорошо, что я не француз. Я тебя больше удивлю, существует луковый мармелад, это французский деликатес. Говорят, что очень это вкусно. А вот японцы готовят фаршированный лук, они кладут в него мясо, грибы и зелень. И хорошо, что я не японец, потому что я бы все это прекрасно бы съела и без лука. А я вообще предпочитаю модный лук. Да, и такое бывает? Да, такое точно бывает. Еще каким модным может быть лук, мы сейчас узнаем у жителей нашей губернии. Какой-то показ в Милане. Луга или лук? Лук. Лук модный. С ума сойти, я не знаю даже, что у меня в голову ничего не приходит после такой фразы. Это классная одежда. Да, это классная одежда, современный стиль. Ничего не приходит. Но первое, что приходит, это одежда. А раньше мне говорили мои, значит, вот, внуки, бабушка, ты в тренде. Современная, наверное, трактовка подразумевает, что это хорошо одето человек. Каждому поколению свойственная мода. То есть нужно тут просто терпеть, посмотреть. Стиль. Стиль. Очень красивый лук. Всего на планете существует 900 видов лука. Растения имеется в виду. Из них только 228 являются культурными. И в России выращивается примерно половина этого количества. Удивительно, но в луке содержится больше сахара, чем, например, в груши. Поэтому показателю он уступает только арбузу. Вы вдумайтесь, друзья. Именно по этой причине после отваривания или обжаривания лук становится сладким. Ну что ж, о пользе или, может быть, даже вреде лука будем разговаривать с нашим гостем, Анной Галицкой, врачом-терапевтом и диетологом. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте нам скорее, какими же полезными свойствами обладает лук. Не зря говорят, что лук – это семенедуг. Его такой широкий спектр полезных свойств обусловлен его химическим составом. Что же содержится в луке? В луке содержится витамин С. А мы все знаем, что витамин С повышает защитные свойства организма, способствует скорейшему выздоровлению. В нем также содержатся жирорастворимые витамины, как А и Е. Витамин А – это витамин молодости, витамин роста. Витамин Е – токоферол, с греческого переводится как «несущий размножение». То есть это витамин, который повышает фертильные свойства организма, то есть повышает способность к деторождению. Также в луке содержится витамин В1, витамин В2, витамин В5. Эти витамины нормализуют работу нервной системы, отвечают за такую высокую работоспособность, чувство благополучия и, собственно говоря, ускоряют обмен веществ. То есть прямо какая-то панацея от всего. Действительно. А как часто тогда нужно лук употреблять и, самое главное, в каком визии? Водитель в свой рацион лук. Бесспорно. Лук нужно употреблять ежедневно, потому что помимо того, что мы перечислили те витамины, которые в нем содержатся, в нем также много клетчатки, растворимые пищевые волокна, которые являются питательной базой для бактерий, которые живут у нас в кишечнике. Соответственно, опять-таки, это хороший иммунитет, когда хорошие микробиоты. Помимо этого, в луке содержится такое вещество, как кверцетин. Это флавоноид, то есть вещество, которое содержится только в овощах и фруктах. И кверцетин в настоящее время отдаёт большое количество таких полезных ролей. В современной диетологии они обладают противораковым активностью. Поэтому есть исследование, что употребление из экстракта кожицы лука способствует снижению возникновения рака. Также способствует нормализации сахара крови и уменьшению висцерального жира. Того самого вредного жира, который локализуется в брюшной полости, который формирует вот такой вот животик, который мы все стараемся всегда изгнать из внешнего вида. Да, да. И, соответственно, этот висцеральный жир запускает воспалительные реакции, так как вырабатывает большое количество проспалительных цитокинов и возникает такое состояние, как инсулинорезистентность, то это предсахарный диабет второго типа. Короче, у меня небольшой культурный шок от количества полезности, которые наблюдают лук. А в каком виде всё-таки употреблять? Сырым или жареным, варёным? Может быть, в фритюре можно? Лук нужно всё-таки употреблять в сыром виде, потому что термическая обработка способствует снижению в нём количества полезных веществ. Помимо того, мы не любим зачастую лук за его раздражающее действие. Мы начинаем плакать. Он обладает неприятным запахом и таким вот резким вкусом. Это всё обусловлено сердцедержащими веществами в нём, но на самом деле плакать от лука полезно, потому что сера, когда, да, взаимодействует со слизистой глаза, слизистая глаза, она омывается, носик становится влажным, соответственно, тоже увеличивается количество выработки слизи, который содержится противовирусно-антибактериальные вещества. Мы обязательно продолжим луковую тему. Буквально сейчас узнаем прогноз погоды, сможем ли мы есть лук сегодня, потому что если погода плохая, конечно же, ты гулять не пойдёшь, и можно сколько угодно кушать этого замечательного продукта. Послушаем синоптиков и вернёмся в нашу студию. Перемённую облачность пообещали синоптики в Самарской области в среду. Местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура днём составит 17-22 градуса тепла. Ночью 9-14. Ветер при этом будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы до 18. На севере и западе плюс 17, плюс 19. На востоке и юге до 22 тепла. В Самаре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Температура поднимется до плюс 18 градусов. Ночью столбики термометров покажут плюс 16. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха порядка 50%. Напоминаем, что у нас в гостях Анна Галицкая, врач, терапевт, диетолог. Вчера, доброе утро. Мы уже выяснили, что лук это просто, не знаю, потрясающая вещь, незаменимые овощи в нашем рационе. Мы выяснили, что лучше его есть сырым. Давайте же разберёмся, сколько именно, допустим, в день нужно лука съедать. Ведь, в принципе, он же острый, им же можно отравиться или переборщить. Кому-то противопоказано. Да, вообще, может быть, его нельзя. Так скажем, если следовать клиническим исследованиям, то в день стоит употреблять порядка 100-150 грамм свежего лука. Кому же всё-таки лук противопоказан? Лук противопоказан при обострении желудочно-кишечных заболеваний, таких как, например, изофагит. Когда пациента беспокоят изжога, это может усилить неприятные ощущения. Язвенная болезнь, обострение хронического гастрита, диарея, то есть кишечные какие-то заболевания. Поэтому таким пациентам что рекомендуется? Таким пациентам рекомендуется не совсем исключать лук, потому что он полезен различными веществами, да, и может поспособствовать выздоровлению, например, при каких-то кишечных инфекциях. Его можно немножко замариновать, то есть обдать такой кипяченой водой порядка 70 градусов, немножко подсластить, вот, и сочетать, например, с каким-нибудь кисломолочным жирным продуктом, например, со сметаной. Да, потому что сметана, она будет способствовать снижению выработки соляной кислоты в желудке, соответственно, все эти заболевания, которые я выше перечислила и ассоциированные с повышенной кислотностью, он будет эту кислотность нейтрализовать. А лук зеленый и лук репчатый отличаются свойствами? В зеленом луке больше содержатся витамина С и витамина А. Употребление порядка 70 грамм зеленого лука в сутки способствует восполнению суточной нормы витамина С. Слушайте, я обожаю зеленый лук. Да, надо срочно покупать лук. Больше, чем репчатый лук. Какие, может быть, блюда вы посоветуете, в которых вот лук будет... Лук во фритюре, это вредно или вся дуги полезно? Это вредно. На фритюре все вредно. Все-таки лучше лук употреблять в свежем виде. Его для того, чтобы он, так скажем, носил больший спектр различных вкусовых ноток, его можно мариновать в различных уксусах. Там, например, начиная от яблочного и заканчивая каким-то бальзамическим. Его можно подсластить немножко тростниковым сахаром. У него такой появится более карамельный вкус. И его, соответственно, можно зачитать с различными маслами растительными. Короче говоря, самый лучший вариант – это салатик, наверное, да? Да, это лучший салатик. С овощами летними. Потрясающе. Спасибо большое вам, Анна, за, как всегда, интересную информацию, за то, что вы заботитесь о нашем здоровье. Да, спасибо большое. Спасибо вам за приглашение. Многие, кстати, считают, что лук совершенно не романтический овощ. Плохо пахнет, острый на вкус. Но сейчас мы докажем, что и о луке можно говорить в рифме. Сегодня в мире моды и стиля все большую популярность набирает новое слово «лук», которое для многих остается непонятным. «Лук» – это английское слово «лук». То есть, как человек выглядит сейчас, образ в более его усеченном виде. Ну, а о модных луках мы поговорим с нашим гостем, Анной Назаровой и Мечтилистом. Доброе утро. Доброе утро. Рассказывайте, что нужно для модного лука? Только лишь одежда или какие-то еще приспособления? Что-то большее. Друзья, ну, конечно же, если говорить о модном образе, здесь недостаточно знать только тенденции. Потому что все мы разные, и все-таки сейчас стилистика заточена на то, что нужен персональный стиль, да? А без знания своей внешности выстроить какой-то красивый лук, который подходит конкретно вам, достаточно сложно. Вот. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это выбор цветовой палитры образа и гардероба. Конечно же, для каждой женщины, для каждого мужчины, цветовой вектор будет свой, да? Потому что мы все разные, и краски нашей внешности тоже обладают определенными характеристиками. И есть такое понятие, как колорит внешности или цветотип внешности, да? Ну, цветотип – это такое понятие, которое знают все, но мне больше нравится колорит внешности. Что это такое? Давайте прямо вкратце расскажу. Смотрите, когда мы видим какой-то гармоничный образ, мы чаще всего отмечаем, что, боже, как к тебе идет это платье, да? Вот вы, например, сегодня в этом прекрасном образе, оно действительно помочь не идет, да? Спасибо огромное. Это значит, что, как бы, ваш костюмный ансамбль не перебивает вашу внешность, а наоборот подчеркивает, да? И существует теория цвета, на которой основана теория цветотипирования, собственно. Что такое теория цветотипирования? Это определение ведущего колорита внешности. И сейчас я вам просто на примере разных вот таких инструментов стилиста расскажу, да, поподробнее. Да, давай. Итак, какие существуют основные характеристики цвета? Давайте будем вместе вспоминать их. Я узнаю, что есть холодные цвета и теплые. И теплые. Отлично, вам пять зачет. Холодные цвета и теплые. Согласны со мной? Согласна, да? Согласна. То есть первая характеристика, на которую мы смотрим, это тепло либо холод. Дальше, следующая характеристика цвета – это глубина или темнота и светлота. То есть мы все знаем, что все оттенки могут быть как в темной палитре, так и в светлой, да? И мы можем с вами точно таким же образом взять еще два цвета, один из которых светлый-холодный, а другой из которых теплый-светлый, да? То есть поняли? Да. То есть к теплу либо холоду мы добавили еще одну характеристику, то есть светлота либо глубина, да? То есть здесь у нас оттенки представлены, предположим, в теплой гамме темный и светлый, а здесь у нас в холодной гамме темный и светлый, да? И видите, насколько они отличаются, да? То есть мы понимаем, это все зеленый цвет, но какой зеленый подойдет конкретно вам или мне, это будут абсолютно разные цвета, да? А с чем это связано? Я извините, что перебиваю, просто мне вот интересно, это именно с цветом кожи связано? Сейчас расскажу, давайте, да, сейчас расскажу, еще дополню, еще третья как бы характеристика цвета – это яркость и мягкость. То есть мы знаем, что есть внешность яркая, да, то есть о, вы такая яркая, то есть девушка яркая. Как мы вообще определяем цветотип? Мы сначала смотрим на оттенок кожи, потому что кожа обладает тоже у нас цветовым пигментом. Какая-то, может быть, более теплая, какая-то более холодная. Где-то есть у нас, например, мужчина или женщина с очень темным оливковым тоном кожи, где-то будут скандинавы очень светлые и так далее. Радужка глаз, безусловно, обладает вообще всей цветовой палитрой, начиная от темного черного карио и заканчивая там светло-голубыми оттенками. Дальше мы с вами будем смотреть на белок глаз, потому что белки глаз могут быть как с желтым немножко оттенком, так и с более холодным. Холодным, да. И еще мы смотрим на натуральный цвет губ и бровей. Ну и волос, конечно. Но так как сейчас у нас девушки многие перекрашены с татуажами, сделанными зубами и прочее, вот, то, конечно же, колорит, он может изменяться, да. Анна, мы обязательно продолжим эту тему интереснейшую. И, возможно, даже попытаемся себе что-то подобрать, выяснить свой колорит. Но сначала оценим лук Юлии Север, он всегда отличный. Всем привет! Меня зовут Юлия Север, и я рада видеть вас на Ноевом ковчеге. Как всегда, речь пойдет о братьях наших меньших. От одного только вида декоративных кроликов дети, да и взрослые, приходят в восторг. Не удивительно, что для наухих пушистиков все чаще выбирают в качестве домашних питомцев. Однако эти зверьки уживутся не с каждым. Давайте разбираться. Отправляясь в зоомагазин, изучите особенности различных пород. Это только кажется, что все кролики одинаково милы, трусливы и аккуратны. Нет, каждый вид имеет свой темперамент. Кто-то более активный, кто-то поспокойнее. При выборе кролика узнаете его возраст. Не следует покупать питомца, если ему менее полутора месяцев. Хороший крольчонок, средней упитанности, не вялый, не сонливый. Шерсть питомца должна быть без проплешин, блестящая. На коже не должно быть припухлости и гнонячков. Опытные кролиководы и ветеринары не советуют содержать питомца день-деньской в тесной клетушке. Этому зверяку нужен простор для действия и физической активности. Конечно, идеальное место для домашнего размещения кроликов – это вольер. Но такие условия есть не у всех, поэтому старайтесь играть с животным в активные игры хотя бы раз в день. Купите кролику максимально просторную клетку из тех, что есть в наличии. В клетке обязательно должно быть много разных игрушек. Они развлекут питомца, пока вы будете на работе. Распространенное заблуждение, что кролика нужно выпускать погулять по квартире. Увы, это чревато тем, что комната будет загажена. Приучить к лотку, как кошку, питомцам не выйдет. Бегающих по квартире кроликов маленькие дети могут схватить за уши или хвост, что делать ни в коем случае нельзя. У кроликов хрупкие кости и слабые хрящи, их очень легко повредить. Приготовьтесь к тому, что лоток в клетке кролика придется убирать ежедневно. И хотя бы раз в неделю нужно устраивать там генеральную уборку. На это также уйдет немало времени. Кроме того, кролики нежные, чувствительные существа, которые ни в коем случае не терпят грубого обращения. Сопоставьте, пожалуйста, черты их характера собственным темпераментом. И посмотрите, поладите ли вы. Берегите хвостатых. Пока! Всем привет! С вами рубрика «Самарский городовой» и я, ее ведущая, Катя Перка. Осень только наступает, и пока не зарядились сентябрьские дожди, нужно успеть прогуляться вдоль Волги. Сегодня я предлагаю вам пройтись по третьей очереди Самарской набережной и немного углубиться в ее историю. Поехали! Третья очередь набережной непосредственно продолжает первую. Она простирается от улицы Некрасовской до речного вокзала. Ее начали проектировать после сноса старого деревянного речного вокзала и ввода в эксплуатацию нового. Происходило это в 1973 году. На этом участке подпорная стенка из известняка уже была сооружена в начале века. Потребовалось лишь создать зеленый бульвар с дорожками, украсить променадные зоны небольшим количеством малых архитектурных форм. Над проектом работал архитектор Михаил Труфанов. Однако местные власти опять включили режим экономии. Из начального проекта архитектора вычеркнули дорогостоящие части. Так не была построена полукруглая ротонда у центрального спуска к Волге. Архитектурный ансамбль из четырех фонтанов превратился в один одинокий фонтан, который нарушает центральную ось площади. Фонтан Парус, расположившийся недалеко от речного вокзала, был открыт в 1986 году. Его автором стал главный архитектор Куйбышевского авиационного завода. Материалом для изготовления фонтана послужил бетон. Однако, ничто не вечное, и конструкция из бетона в наши дни стала представлять угрозу для окружающих, так как могла обрушиться в любой момент. Именно поэтому было принято решение о реконструкции фонтана, а вместе с ним и всей набережной. Реконструированная набережная была в 2012 году. Фонтан Парус был полностью заменен, вместо асфальта появилась плитка, были установлены новые фонари. Спустя два года на набережной появилась культурная композиция в виде бронзового мольберта «Бурлаки на Волге» по мотивам известной картины Репина. Давайте вместе открывать губернию с новой стороны. И с Курмышей, с любовью, ваша самарская городовая. Напоминаем, что у нас в гостях Анна Назарова и мечтилисты. Мы продолжаем выбирать цветотипы. На этот раз Максиму, наверное. Да, будем сейчас прямо на мне экспериментировать и выяснять мой цветотип, потому что, оказывается, именно это, в первую очередь, важно знать при выборе гардероба. Кстати, а почему именно Максиму мы будем определять цветотип? Ну, смотрите, мы, конечно, хотели бы вам определить, но так как у вас макияж, то мы, к сожалению, просто это будет неинформативно. Вообще цветотип определяется на чистом лице, да, желательно волосы убирать от лица, смывать полностью макияж и так далее. И даже если для девушек, которые окрашивают волосы, желательно иметь несколько сантиметров отросших корней, для того, чтобы понимать вообще изначально природные характеристики цвета. Все детали важны. Конечно. А еще мы можем с вами потом посмотреть на наши вены, на тыльной стороне руки. Если вены у нас зеленоватого оттенка, вот у меня, например, зеленоватые, у меня теплый типаж внешности. Если более синие такие, вот знаете, прожилки, более холодные, то, как правило, этот типаж более холодный. То есть вот здесь есть несколько интересных. Сиди и завидуй, а Анна может приступать. Да, да, хорошо. На мне экспериментируй. Давайте, друзья, значит, что мы будем сейчас делать? Мы сейчас будем прикладывать специальные инструменты стилиста, да, с помощью которых мы определяем цветотип, и будем смотреть на нюансы внешности. То есть нам нужно, чтобы белки глаз были подсвечены, кожа выглядела максимально ровно, красиво, и чтобы не было, например, никаких покраснений, которые там вот вылезают. То есть моя внешность будет меняться по мере того, как вы будете прикладывать. Ну, может быть, она не будет сильно меняться, но хочу сказать, что все равно мы будем видеть, что какой-то цвет лучше. Будем определять вообще контрастность вашу, и все-таки у вас холодный типаж, либо теплый. Для этого мы возьмем два оттенка белого цвета. Один вот такой белый, как лист бумаги, а четыре, на котором мы печатаем, другой, да, цвет яичной скорлупы. И посмотрим, да, давайте посмотрим на ваш белок глаз. Ну, белки у вас немножко с желтоватым оттенком, то есть... Так, значит, давайте смотреть. Смотрим. Смотрим. Ну, вот это выбивается цвет, да? Мне кажется, сразу понятно, что Максим нужен теплый. Да, да, да. То есть вот посмотрите, как раз цвет вашей майки, это практически цвет молочной, да, яичной скорлупы. Смотрите. Я правильно ее одел, да? Вы правильно ее одели, потому что, если вы вот таким образом приложите яркий белый цвет и улыбнетесь, например, да, у вас могут и зубы быть желтее на фоне этого белого. У вас, кстати, тоже теплый оттенок белого, да? У меня теплый, да, потому что у меня теплый типаж, поэтому я знаю, какой оттенок белого мне носить. То есть мы делаем вывод, что вам подошел больше теплый цвет, чем холодный. Дальше мы всегда будем смотреть на двух оттенках розового. И тоже возьмем теплый лососевый и вот такой вот бледно-розовый-холодный оттенок. А почему розовый? Мне захотелось. Ну, потому что розовый, он больше приближен к цвету кожи, скажем. Да, потому что мы все-таки смотрим портретную зону сейчас. Давайте посмотрим. Так. Вот такой розовый. Ну, здесь он вам что-то не очень подходит хорошо. Вот. То есть вот такой розовый, да? Гораздо гармоничнее смотрится. А что он? Посмотрите на меня. Прикупите подобный пиджачок. Почему нет? А почему нет? Ну, смотрите, как классно, да? Цвет губ. То есть цвет губ ваш очень гармоничен. Кстати говоря, Максима не портит такой яркий цвет. Да. Даже подчеркивает его внешность. Так что, да. Побриться не вижала бы. Ничего, это брутальная небритость, это актуально, между прочим. И нестилист разрешил. Да, теперь мы с вами посмотрим. То есть второй оттенок теплый у нас тоже вам больше подошел, да? Но мы будем проверять еще дальше. Берем оттенки зеленого. Так. Вот такой вот хвойный, холодный, такой вот приглушенный темно-зеленый теплый. Тоже смотрим, да? Мы видим, что ваша внешность перебивается вот этим ярким цветом. То есть получается, цвет отдельно, вы отдельно. Такого быть не должно. Должно все-таки быть так, что ваше прекрасное лицо... То есть потемнее. Это цвет я бы назвала глубоким зеленым цветом, да? Да, это цвет глубокий, то есть темный. Тот цвет, в который добавлен немного черный пигмент, да? То есть затемненный оттенок. То есть, смотрите, мне подходят теплые, глубокие тона. Да, правильно я делаю? Ну, пока подходит, да. А там уже надо как бы... Сколько нужно пересмотреть? Ну, мы, смотрите, давайте последний вариант еще приложим. Оттенки желтого тоже. Желтый тоже очень хорошо по тесту, прямо отлично подходит. Мне кажется, тоже сразу же понятно, что теплый желтый тоже. Но мы, опять же, должны показать это нашим зрителям, да? То есть, посмотрите, этот оттенок немножко диссонирует. Вот, а вот оттенок охры такой вот, да, будет очень хорошо. Ну, вам действительно хорошо, поэтому... Поэтому мы делаем вывод, что у вас теплый тип внешности. Песня про... Вот, и вам идут очень теплые, приглушенные оттенки. Расскажите, пожалуйста, вот об этих палитрочках, что они... Да, когда мы отправляемся в магазин, мы же не всегда можем с собой взять подобные инструменты. Вот, смотрите, есть тоже очень хорошее такое изобретение, которое называется палитра по цветотипу. Вот, например, для вас, вот посмотрите, те оттенки, которые мы вам прикладывали, которые были вам хорошо. То есть, скорее всего, вот это будет ваша палитра, и оттенки из этой палитры будут вам хорошо. Темная осень, между прочим. Ну, у вас такой приглушенный темный типаж. На самом деле, существует 12 колоритов внешности, и к каждому колориту присуща своя определенная палитра. Поэтому это очень удобный инструмент на шоппинге, для разборов гардероба, ну и вообще. Приходим в магазин, и прям вот хоп, и... Да, приходим в магазин, и смотрим. Где-то это можно найти, например, в интернете подобные палитры, если у нас нет возможности обратиться к цивисту? Ну, их можно ко мне обратиться, потому что я занимаюсь профессионально этими, как бы, палитрами, и они разработаны, кстати, персонально мной. У меня очень большой опыт проведения таких консультаций. Я работаю не только очно, но и онлайн. У меня очень много девушек из других стран и городов проходили эту консультацию онлайн. Поэтому милости просим всех, кто хочет знать... Огромное спасибо, да. Вдохновение вам. Кладезь информации очень интересная. Хорошего шоппинга и хорошего дня, конечно же, сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, друзья, оставайтесь с нами. Мы ненадолго прервемся, затем вернемся в нашу студию. В эфире новости губернии в студии Алена Власова. Здравствуйте. В Самарской области вошла в тройку крупнейших регионов ПФО по строительству нового жилья. Отличились в этом также республики Башкортостан и Татарстан. Сейчас в Приволжском федеральном округе строится более 14 миллионов квадратных метров. ПФО является одним из самых развитых федеральных округов в нашей стране. Это неудивительно, ведь в его составе такие значимые регионы, как Татарстан, Пушкортостан, Пермский край, Самарская область и Саратовская область. Эти пять регионов – это лидеры и в жилищном строительстве, и в апотечном кредитовании, и, скорее всего, во всех остальных направлениях экономического развития. Школьная спортплощадка стала физкультурным центром целого микрорайона. Установили ее во дворе Самарской школы номер 34. Заниматься там можно почти любым видом спорта. На площадке большой тренажерный комплекс, турники для воркаута. Школьники уже вышли на первые тренировки. Чем необычен этот объект, узнала Татьяна Пудова. Открытие этой спортивной площадки местные жители и школьники считают настоящей спортивной победой. Она расположилась около 34-й школы в Зубчининовке. До спортивной площадки у нас здесь было старое футбольное поле, которое, к сожалению, уже за 50 лет выжило свой ресурс. И, конечно, это уже были клубы пыли. Дети у нас занимались в клубах пыли. И, конечно же, мы очень хотели, чтобы наши дети занимались вот на такой замечательной площадке. Площадка нестандартная. 39 на 19 метров. Покрытие полимерное. Здесь есть возможность заниматься разными видами спорта. В школе из 830 учащихся более 200 детей занимаются профессионально. Волейболом, баскетболом, тэквондо, дзюдо, самбо, легкой атлетикой и футболом. Учащиеся говорят, теперь тренироваться будет удобнее. Думаю, будет намного комфортнее играть в этих условиях, чтобы продвигаться как футболист. И просто как спортсмен, и любой человек может сюда прийти и поработать над своими лучшими качествами, чтобы усовершенствовать их. Рядом зона воркаута, где планируют готовить детей к сдаче ГТО. На этой же площадке смогут тренироваться и местные жители с общественным тренером каждый день с полдевятого утра до девяти вечера. Такие перемены заметны каждому. В рамках национального проекта «Демография» в Самарской области построено 22 спортивные площадки, где детвора может без ограничений заниматься физкультурой. Под непосредственным контролем губернатора Дмитрия Азарова реализуется комплекс мероприятий по развитию инфраструктуры. Это и строительство спортивных комплексов, ну и, конечно, в первую очередь строительство площадок, преобразовательных учреждений, спортивных площадок по месту жительства. Замечательно и радостно для ребят, которые теперь смогут тренироваться в этих замечательных условиях с хорошим покрытием, современной разметкой. Благоустройство спортплощадки продолжат. Высаживают туи, чтобы здесь всегда и всем было приятно заниматься спортом. Татьяна Пудова, Александр Дудко, Новости губерния. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Днем местами по области ожидается гроза и сильный дождь. Возможны порывы ветра до 16-21 метров в секунду. Не рекомендуется оставлять детей без присмотра находиться на улице. Сотрудники МЧС советуют укрыться в подземных переходах или подъездах. Также нельзя прятаться за остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями. В такую погоду лучше всего оставаться дома или в офисе. Машину следует поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев. При возникновении чрезвычайных ситуаций звонить по единому телефону пожарных и спасателей 101 и 01. Сегодня выходит в свет свежий номер газеты «Волжская коммуна». Вот лишь некоторая тема выпуска. Все об истории села Воскресенко, где находится теплый овраг, кто жил на этой территории в каменном веке и кто такие поморцы-кулугуры. Много нового на этот раз происходит в Белозерках Красноярского района. К открытию готовят детский сад, врачебные офисы, центр цифрового и гуманитарного образования. Кого будут принимать новые учреждения и какие планы у руководителей. «Волжская коммуна» запускает новый проект о людях и разных уголках Самарской области. «Первый район» – Алексеевский. Про толстовские места, живописную гору Шишка и то, как местный библиотекарь к президенту обращалась. Все это и многое другое читайте в новом номере газеты от 9 сентября. А у меня на этом пока все. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо. Всего доброго. Доброе утро, губерния! Сегодня у нашей программы очень скромный герой – лук. А, между прочим, не такой-то уж он и скромный. Вспомните, писатель Джани Радари сделала героем своей знаменитой сказки именно лук. И вспомните, каким крутым парнем был Чаполино. Когда вы захотите подарить своей девушке цветы, то не стоит покупать астры или розы. На самом деле, нарвите ей букетик лука. Да-да, вы даже не представляете, каким красивым может быть декоративный лук. Вот полюбуйтесь сами. У лука, который мы кладем практически в любое блюдо, очень давняя история. В средние века его даже использовали как валюту. Лук дарили на свадьбу, луком платили за аренду. А что, очень удобно. Где деньги за квартиру? Вот, что это? Лук. В Древнем Египте люди поклонялись не только кошкам, но и луку. Они верили, что круглые кольца и сферическая форма луковицы символизируют вечную жизнь. В гробницах фараонов находили лук даже царя Рамзеса, а четвертого похоронили, поместив ему в глазницы луковицы. Короче говоря, да здравствует лук. Ну, а что приходит в голову на ум жителей нашей губернии при словосочетании модный лук? Вот сейчас узнаем. Какой-то показ в Милане. Луга или лук? Лук. Лук модный. С ума сойти. Я не знаю даже, что у меня в голову ничего не приходит после такой фразы. Это классная одежда. Да, это классная одежда, современный стиль. Ничего не приходит. Но первое, что приходит, это одежда. А раньше мне говорили мои, значит, вот, внуки, бабушка, ты в тренде. Современная, наверное, трактовка подразумевает, что это хорошо одето человек. Каждому поколению свойственная мода. То есть нужно просто терпеть и смотреть. Стиль. Стиль. Очень красивый лук. Выпущенный из лука стрела летит со скоростью до 300 км в час. Так что не убежишь. Чтобы натянуть современный лук, необходимо приложить усилие около 20 килограммов. Усилие натяжения лука в средневековых воинов доходило до 90 килограммов. Да. Об остальных тонкостях мастерства стрельбы из лука поговорим с нашим гостем. У нас в студии Михаил Русецкий, тренер, судья первой категории, президент Самарской региональной общественной организации Федерации стрельбы из лука, а также президент Федерации стрельбы из арвалеры. Да, совершенно верно. Рассказывайте, что вас интересует. Эти луки выглядят фантастически. Какие-то космические аппараты. Это лук олимпийский, как его называют в простонародье, олимпик. Классический лук, то есть это лук, который участвует в олимпийских играх. Зачем нужны все эти штуковины, вот скажите? Эти штуковины, ну, кто-то может подумать для того, чтобы потяжелее было. И это правда, потому что из более тяжелого лука более стабильный выстрел. Но в основном эта стабилизация, она предназначена для того, чтобы лук был развешен, как говорится. То есть его поднимаешь, он у вас практически зависает в воздухе. При выстреле он делает ковырок вперед. Вот эти вот металлические грузилы гасят, при помощи резинок гасят вибрацию, что дает более комфортный выстрел спортсмену. И более точный полет стрелы. Я так понимаю, что вот такой лук, на самом деле, уже очень далеко ушел от своего предка, да, вот оригинал, так скажем. Ну, конечно, оригиналы, вы имеете в виду, это называется традиционные луки, они называются. Это спортивные. Да, это спортивные. Они изготовлены целиком из дерева. Вот наша мастерская при федерации изготавливает такие луки. А вот об этом аппарате, снаряде, скажите, пожалуйста. Вот этот снаряд, если вот этот более знаком зрителю и губернскому нашему, и вообще российскому, то вот этот более новый вид совершенно недавно абсолютно у нас появился. Это называется полевой арбалет. То есть для стрельбы, ну, в чистом поле, если так можно сказать. Ну, конечно, и в помещении из них стреляют, там дистанция 10 и 18 метров, это зимой стреляют. А когда выходят летом в поле стрелять, там у них дистанция 55 метров, 30 метров и 65. Но я правильно понимаю, на самом деле стрела может улететь гораздо дальше? Конечно, безусловно. А можете стрелу посмотреть? Пожалуйста. Но это называется не стрела, на арбалете это называется болт. Я смотрю, практически не изменилось, да? Да, ну что изменится? Вот стрела, вот видите, она длинная, такая, имеет оперение. Хвостовичок, который защелкивается на тетиве. И наконечник, который непосредственно пробивает и в мишени втыкается. Болт тот же самый, только он короткий, более увесистый, более толстый. Ну и развесовка у них другая. Если у этих центров тяжести стрел вот здесь где-то, то у того ближе к наконечнику. Тяжеловато. Тяжеловато, да. А вот сам арбалет сколько весит? Мне кажется, он выглядит очень тяжелым. Ой, много весит. Нужно быть атлетичным, наверное, очень, чтобы попасть в подобном параде обращаться. Ну да, в два раза точно больше, чем лук весит. Вот, арбалет. Как вы вообще впервые взяли в руки лук, с чего ваша карьера вышла? Да, конечно, помню, прекрасно. Я получил травму в своем виде спорта, в котором выступал. В каком? Я занимался, ну, бодибилдинг, знаете, такой вид спорта. Вот, я получил серьезную травму плеча, и полтора года у меня рука вообще практически не поднималась. Ну, потом меня подлечили, все стало нормально. Я пришел в железный век, это есть такая у нас студия, не студия, как назвать лучше, секция, не секция. Там занимаются, в общем-то, начиная от рыцарских боев и заканчивая спортивным метанием ножа. Ну, вот там, маленечко позанимался, так сказать, позанимал места, и рука дала о себе знать, и тут мне предложили просто, ребята, пострелять из традиционного лука, то есть из исторического лука. То есть я был облачен в костюм, в исторический, и стрелял, значит, из лука. И постепенно это было в 2010 году, значит, в 2010, и мы проводили Меч Самары, соревнования, там рыцарские бои проходили, и в перерыв как раз стреляли из традиционного лука. К нам подошла девушка из Тольятти, сказала, что у них в музее под открытым небом, там есть музей под открытым небом военной техники, проходит, значит, военно-историческое событие, так сказать. Реконструкция. Да, там и реконструкция, и все тому подобное. И нас пригласили, мы в костюмах, конечно, в исторических прибыли туда. Вот произошло такое небольшое соревнование, были ребята из Тольятти, были ребята из Кенель-Черкас, мы были с Самары. И такое небольшое соревнование. Можно сказать, что... И пошло, с этого пошло, пошло, пошло. Это судьба. В 2011 году я уже провел 10 соревнований таких, а потом в 2014 году я стал президентом Федерации стрельбы из лука уже, такого классического. Продолжим. Михаил, мы обязательно продолжим, так интересно вы рассказываете. Буквально через пару минут сюжет спортивный, клуб единоборств, о нем расскажет Юль Север, и вернемся к нашим лукам. В этом маленьком спортивном зале начинается тренировка будущих чемпионов. По-другому и быть не может, уверен тренер Константин Юрьевич. Клуб единоборств он возглавляет уже два года. За это время воспитал несколько призеров всероссийских соревнований. Единоборства, их много разновидностей. То есть мы выступаем максимально по всем дисциплинам. То есть это как рукопашный бой, универсальный бой, панкратион, смешанное боевое единоборство, которое сейчас набирает популярность среди молодежи, как и детей, взрослых. В принципе они ничем не отличаются, только правилами, ну и техникой ведения боя некоторых моментов. Где-то больше борцовская техника, где-то больше ударная техника. Клуб единоборств «Рысь» работает на базе подросткового клуба «Фортуна». Занятия для юных спортсменов здесь бесплатны. Здесь не только мне нужно научить их бить правильно или там еще чем-то. Здесь еще в первую очередь характер дисциплино воспитывается. Уважение и к тренеру, и к друг другу, вне зависимости от уровня подготовки. Эти ребята в спорте давно. У каждого своя история пути. Кого-то пригласили друзья, кто-то сам проявил инициативу. Для меня это именно тяга. Ну смысл жизни на самом деле. Ну прямо сейчас. Вот тяга к этому есть. Я очень рад, что начал этим заниматься. Довольно с маленького возраста. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, ну характер, дух. Это все дает прирост большой. Ну и в основном дисциплина, конечно. Потому что всем детям нужна дисциплина. Вот. А когда ты приходишь в зал, то есть один главный тренер. Вот. И ты его все время слушаешься. Так вырабатывает дисциплину. Это мне дает силу, также скорость, выносливость. И я не хочу отступать от своих сверстников. Поэтому мне надо заниматься каждый день. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок рос здоровым и достойным человеком. Именно с этими целями принимается решение отдать свое чадо в спорт. Единоборство развивают силу, скорость, координацию движений. А еще целеустремленность. У ребенка, посещающего такие секции, как правило, вскоре начинают вырабатываться лидерские качества. Юлия Север, Александр Дудко. Утрогубернии. Напоминаем, что у нас в гостях Михаил Русецкий. Тренер, судья первой категории, президент Самарской региональной общественной организации Федерации стрельбы из Лука. Еще раз доброе утро. Очень позитивный человек. Да. Рассказывайте, много ли у нас стрелков в Самаре? Насколько вообще этот вид спорта популярен сегодня? Ну, хочу сказать, что в Самаре не особо много стрелков. Это сложилось исторически, потому как в Тольятти была школа по стрельбе из Лука. Так. Непосредственно, достаточно большая. Ну, к сожалению, в 90-е годы, как вы знаете, было трудное положение, и школа потихонечку увяла. Но там остались секции, которые образовали как раз ученики, которые занимались там. Поэтому в Тольятти у нас как-то больше было развито. А в Самаре мало. Вот сейчас, например, на данный момент у нас всего три, допустим, секции, в которые есть тренера, которые подсказывают начинающим, как делать. Тиры, просто тиры для стрельбы. Они есть даже в торговых центрах. И такие есть частные тиры, куда человек приходит и просто постреляет. То есть самостоятельно, никто его не обучает ничего. И вот три у нас есть. Это вот мои два спортивных класса по стрельбе из Лука и Арбалета. Они находятся в районе площади Кирова. Значит, у Андрея Гаспарянца есть это в доме физкультурника. Тиры тоже там занимается порядка 15-20 человек. У меня тоже примерно такое же количество людей. И еще моя ученица, мастером спорта, которая стала Екатерина Черноброва, она в районе Старозагора тоже открыла тир. И вот туда тоже человек 15. А с какого возраста нужно начинать заниматься стрельбой? Вообще у нас рекомендовано заниматься с 10 лет. Но у меня есть прецедент. Мальчик с 8 лет начал заниматься и достаточно хорошо сам себя чувствует. Ну, просто он физически развит. И все. Тут ведь, понимаете, дело в том, что должно быть обязательно, чтобы физически человек мог натянуть. Даже ребенок мог натянуть. А вот вы, кстати, говорили о том, что получили травму. И вы выбыли из спорта, то я хотел спросить, не нужна ли рука в руке? Конечно, нужна. Но дело в том, что я поправился, так сказать. А вообще стрельбой в руке? Нет, ну дело в том, что, конечно, со штангой я сейчас очень аккуратно работаю. Большие веса не могу, потому что у меня в положении лежа, когда я делал жим, у меня 110 килограмм ушло за голову. К сожалению, никто не страховал, и в результате у меня получилась травма. Травматичный ли вид спорта? Ну, вы знаете, у нас можно и в шахматах травму получить. Понимаете, если соперник вас ладьей бросит. Все нужно грамотно делать. Да, естественно, техника безопасности должна прежде всего соблюдаться при стрельбе. Там самое основное, чтобы никто не выходил за линию стрельбы. Вот линии стрельбы есть, люди стоят стреляют, чтобы никто не выходил за линию стрельбы. Потому что может случиться все, что угодно. Может стрела сломаться. Причем стрела ломается так при выстреле. Вот есть в Ютубе всевозможные видео, где специально ребята берут слабую стрелу. То есть на каждый лук стрела своя, у него свой спайн, так сказать. То есть силы сопротивления выстрелу. То есть если ты возьмешь стрелу для, скажем, 20-фунтового лука и зарядишь ее в 42 или 45, естественно, при выстреле она просто-напросто сжимается вот так вот полукругом и разлетается в мелкие щепки. То есть тут ранение получить запросто. Потом еще может упасть стрела с полочки. Вот что самое главное. Вот здесь вот у нас есть полочка на луке. Я возьму лук в руки, покажу. Давайте. Вот, имеется полочка, на которую ставится вот так вот стрела. Вот она защелкивается и вот так вот лежит здесь. И при выстреле она может соскочить, если какое-то неудачное движение. И полет ее тоже является непредсказуемым. Мы стрелять, наверное, не будем сегодня на нас. Нет, я думаю, что... Побережем оператора. Я бы мог, конечно, показать это, но боюсь, что это движение не особо хорошо предназначено для стрельбы из лука. Спасибо. Удачи вам, хороших учеников, соревнований успешных. И побед, конечно. И побед. Большое спасибо. Тем более, что скоро у нас чемпионат области зимой, да. И вот, а, кстати, 26-го числа у нас чемпионат города будет проходить. Только будет проходить он в Новокубежском зале. Ну все, мы будем за вас болеть. Хорошо. Спасибо большое. Всего доброго. Друзья, для вас приятная информация. Самарское областное обещательное агентство вновь объявляет конкурс «Удачный кадр». Присылайте, публикуйте в аккаунтах ваших, в Инстаграме и ВКонтакте различные фотографии, видео, связанные с дачей, с дачным сезоном. И самых лучших мы наградим подарками и ценными призами. Условия конкурса читайте на нашем сайте сова.инфо. Да. Ну а прямо сейчас мы отправляемся на остров Коровий. Там, между прочим, самые чистые оказываются водоемы. Остров Коровий на реке Самарки. Место, куда еще не ступала нога эколога и волонтера. Судя по количеству мусора, желающих отдохнуть здесь много. Этим летом экоактивисты всерьез занялись расчисткой прибрежной зоны. Потому что он является зелеными легкими города, зеленым щитом. Это официально утверждено Самарской губернской думой. Но почему-то за зеленым щитом власти не очень стремятся ухаживать. Возможно, не хватает денег, возможно, еще каких-то ресурсов. Поэтому мы берем на себя эту работу и делаем. Здесь и ездить, в общем-то, поближе. И мусора тут на всех хватит. Во главе с экоинспектором Денисом Стукаловым добровольцы убирают берега Волги и ее притоки. В прошлом году расчистили 900 тысяч квадратных метров береговых полос и вывезли 23 тонны твердых коммунальных отходов. На месте выяснилось, что и остров Коровий также задыхается от пластика. Пластик разлагается на микрочастицы, попадают в водные объекты, в Волгу, в артезианские скважины. И в конечном итоге попадает через питьевые источники в нашу продукцию, в рыбу, через животных попадает также в наш организм. Все это негативно влияет на здоровье человека. Всем, кто помогает природе, она щедро одаривает своими дарами. Пока я собрала свой первый мешок мусора, попутно мне удалось найти вот грибы и вот такие грузди, и я вдоволь наелась ежевики. В поход с мусорными мешками все желающие могут отправиться хоть в Жигулевские горы, хоть на острова, хоть в пещеры. У самарского экотуризма, которому пару лет от роду, уже появились сотни поклонников. Некоторым настолько понравилось, что они не один раз приезжают на уборку в одно и то же место. Не сказать, что я прям очень люблю мусор собирать, да, но это приносит мне удовлетворение, то, что я, ну, что-то делаю, вот там, допустим, не для себя лично, да, а для всех, для этого мира. Вот так вот выглядит экотуризм по-самарски. Свежий ветер, прекрасная погода. Мы везем полную лодку мусорных мешков на берег реки Самарки, где мы это погрузим все в контейнеры, и городские коммунальные службы этот мусор переработают. Марина Баркова, Алексей Гриднев, Утро губернии. Ну что ж, на этом все. Оставайтесь веселыми, здоровыми, ну а если придется поплакать, то пусть только от лука. Хорошего дня вам, друзья, с вами были утренние ведущие Максим Плагнюк. Заша Байда, считаю. Пока, до встречи. Ну что, я пошла за капроновыми колготками. Для модного лука? Для репчатого. Мы лук в колготках храним. Это шутка, Макс. Костюм ведущему предоставлен магазином мужской одежды «Бастон». Магазины «Бастон» — это достойный выбор каждого мужчины. Вас приятно порадуют доступные цены, широкий выбор ассортимента, индивидуальный подход к каждому клиенту. Безупречный крой и комфортный силуэт. Вот основные отличительные особенности марки «Бастон». Магазины «Бастон» находятся в ТЦ «Мега Сити», ТЦ «Аврора» и ТК «Амбар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова